Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. Да-да-да, приветствую вас. И сегодня у нас 1 ноября. И кто-то скажет, Макс, блин, ну 1 ноября, 1 ноября что? Праздник что ли какой-то? Да нет, конечно, праздника нет, но сегодня многие застройщики подняли свои цены. И было неприятно, когда приезжаешь на прокат, приезжаешь в 9 часов утра, тебе дают старый прайс, и тут же тебе говорят, Макс, ты же знал, что у нас цены повысятся? Конечно, знал. И, в общем, на твоих глазах берут и клиентам озвучивают другие ценники. Блин, некрасиво, неприятно, но приходится с этим мириться. Что касается у нас жилых комплексов, какие подняли цены? Все жилые комплексы, которые строятся на нормальных законных основаниях, все объекты, которые у нас нормальные, они, соответственно, цены свои подняли. Вот даже инвесторы, которые были нормальные, тоже цены подняли. Но, ребят, есть, конечно же, и хорош новости. Например, у меня сейчас нечаянно познакомился с одним из инвесторов, да, и он мне предложил две свои квартиры в жилом комплексе Посейдон. Да, да, сегодня я уже обзор снял, вы увидите на канале. И квартиры одну можно продать по 155 тысяч рублей за квадратный метр, другую по 160 тысяч рублей за квадратный метр. При условии, что у застройщика эти же квартиры стоят по 200-210 тысяч рублей за квадрат. Чтобы вы понимали, жилой комплекс Посейдон – это квартирник, 50 метров от моря, с огромной территорией, да, вот за это именно и любят. Ну и, конечно же, для того, чтобы сдавать квартиру в аренду посуточно, либо чтобы просто приезжать и отдыхать, лучше место, чем Посейдон, не найдешь. 100%, опять же, учитывая, что там недорогие относительно коммунальные платежи для данного жилого комплекса, если учесть, что у них там 12, стоп, 12 умножить на 2, 24 у них консьержи, да, там 8 охранников. Это очень мало, но я думаю, что они будут поднимать цену, потому что они не вывезут просто-напросто, просто не вывезут. Какой же у нас плохой свет сегодня, а? О, свет, да будет свет, сказал Максим и включил, наконец-то, в нам технологичном, не знаю, там, устройстве, включил подсветку. Теперь следующий момент. О, так вот сделано, будет лучше. Теперь следующий момент, что касается еще инвесторских квартир. Есть инвесторские квартиры, которые сейчас выгодно брать, они дешевле, дешевле. Конечно, не так, как в Посейдоне, ни 50 тысяч, ни 2 миллиона вы экономите на квартире 44 квадратных метра, но экономите очень даже хорошо. Еще хорошая новость, ребят, кто хочет снять квартиру, есть 2 квартиры от моих подписчиков в жилом комплексе Идилия. Что такое жилой комплекс Идилия? Это жилой комплекс находится в районе Южное море, в районе Приморья, да, и там, блин, до моря недалеко. В принципе, хороший зелененький район, ну, классный. И, знаете, вот мне реально даже жалко эти квартиры предлагать, в том плане, там просто безупречный ремонт, там безупречная техника, безупречная мебель. А самое печальное, там цена дешевая. 22 тысячи рублей за квартиру в 36 квадратных метров и 27 тысяч рублей в евро однушку с полноценной спальней, с полноценной кухней-гостиной всего лишь за 27 тысяч рублей. Если кто-то будет вам предлагать из риэлторов, они сверху комиссию с вас возьмут как минимум 6 тысяч рублей, они с вас еще сверху возьмут. Я просто вам предлагаю напрямую, если нужно, кому-то срочно заселиться в хороший классный дом. Ребят, не стесняйтесь, обращаемся. И я просто безвозмездно просто возьму и помогу вам заселиться, ну, реально заселиться в хорошую квартиру, где вас в мае месяце не выгонят, потому что я пообщался, клиенты по-настоящему порядочные, с ними нормально, как бы, они тем более с Хабаровска, да. Ну, они нормальные, порядочные, честные люди. Я не видел еще Хабаровчан, чтобы они были непорядочные. И тут, как бы, я хочу поделиться этой хорошей новостью. Но, опять же, если кто-то хочет поближе к морю на ровной поверхности, для вас есть хорошая квартира под сдачу, либо под покупку, жилой комплекс Малибу. Ой, не, не Малибу. Блин, жилой комплекс Волжска-32. Забыло это название, честно скажу. Уже конец рабочего дня, я, блин, устал сегодня очень сильно. И там вы можете эту квартиру либо снять, 44 квадратных метра с шикарным ремонтом, третий этаж с парковкой, все, за 35 тысяч рублей. Либо можете эту квартиру купить всего лишь за 7 миллионов рублей. Это квартира типовая, даже, я бы сказал, не до комнатной, а евро тоже однушка. Отдельная хорошая полноценная спальня, тоже я сегодня доснял этот сюжетик. И, конечно же, конечно же, как вы догадались, там еще будут у нас и кухни-гостины. Прям хорошая, с хорошей дорогой мебелью, с персональным газовым отоплением. Тем самым вы будете мало платить за коммунальные платежи. В общем, все хорошо. И действительно, там такая квартира, в которую, знаешь, заходишь и сегодня какую только квартиру не снимал, я сам эти квартиры начинал хотеть. Блин, у меня опять начинается такой мистер Хотелкин. Ну, меня реально прет. Я вообще стараюсь сейчас снимать только те объекты, от которых меня прет. Если меня от объекта не прет, да пускай его снимает кто-нибудь другой. Ну, реально, кто-нибудь другой пускай его снимет и тем более продаст. Я не могу продавать то, что мне не нравится. Я не могу продавать то, от чего я не получаю удовольствия. Да. Вы скажете, нет там комиссии. Да нет, ребят. Если даже собственники этих квартир смотрят, они скажут, там, комиссия копеечная. За эту комиссию ни один релтор даже не согласится работать. Просто нормальные, порядочные люди и хорошая цена, инвесторская, да. И я с большим удовольствием готов взять и поделиться этими квартирками. Почему я сейчас сделал акцент на инвесторские квартиры и на квартиры вот именно с ремонтом? Потому что многие из вас хотят с ремонтом и еще больше из вас хотят инвесторскую квартиру в том плане, чтобы, как вам сказать, чтобы, в общем, чтобы цена была ниже рынка. Поэтому, ребят, исходя из этого, я не буду говорить по бумажке, да-ду-да-ду-да, да-да, как кто-то говорил, это не дуда. Поэтому, 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 поэтому обращаемся с большим удовольствием. Помогу вам приобрести и еще с большим удовольствием помогу вам оформить сделку, чтобы она прошла хорошо, чтобы прошла она безупречно, чтобы не было каких-то там разногласий и тому подобное. Вот, вот к этому я готовился и готовился еще раз готовился. Блин, как классно получается в темноте, да, разговаривать, как будто сзади, не знаю, там, загробного мира. Нет, на самом деле прикольно. Мне даже самому нравится картинка, как это все происходит. Теперь следующий момент, да. Некоторые люди есть, которым я обещал скинуть подборку. Ребят, сейчас цены поменяются, в том числе у них и на сайтах. И буквально завтра я возьму и пришлю. Потому что у меня сегодня видел выражение, я сегодня видел выражение лиц, которые, как и регуляторах сверху накидывали, да, не скидывали, а накидывали. И на самом деле мне так было сегодня неловко, мне так было стыдно, просто жесть. Я только хотел провалиться там сквозь землю. Что говоришь, мальчишка? Да-да, я иногда, бывает, бывает иногда и так. Поэтому, блин, давайте, чтобы я вас не вводил в заблуждение. Сейчас все цены подкорректируют, исправят все, в шахматах все. И тут же я возьму и вам все это пришлю. Потому что получается, по факту дает нам прайс один. И тут же говорю, вы знаете, вот здесь тысячу надо добавить, здесь три тысячи, здесь пять тысяч, как-то квартире. Блин, с чего бы это? Не буду говорить про какой жилой комплекс, просто меня это сегодня аж так сильно раздражало. Я прям себя чувствовал, ты знаешь, давно я себя так не чувствовал, так не комфортно. Вот, ну, такое сегодня есть. Теперь, что касается еще моментов, да. По поводу ипотеки, ребят. Сейчас у нас сидит хороший специалист, который, блин, правильно, грамотно делает заявки, все. Поэтому, если кто-то хочет взять ипотеку, и кто-то сомневается, да, там, не знает, как правильно подать все, вы лучше лишний раз мне позвоните, я вас приадресую в своей помощнице. Помощница вас состыкует с нашим вот этим профессиональным представителем по кредитованию и сделать максимально так, чтобы вам кредит одобрили. У нас, в принципе, вот из всех моих клиентов, которые ко мне обращались, там единица, кому не прошла заявка, этот прям суперкосячный. У всех остальных все получилось, все хорошо. Кстати, один из суперкосячных, это я, потому что, я не знаю, почему, может быть, не знаю. В общем, с Росбанком поругались, и даже суд, даже решение суда не повлияло. Хотя я поставил цель, я в понедельник иду в Росбанк, и опять с решением суда, все, и прям буду вываливать, скажу, давайте, не исправляйте мне мою кредитную историю. Я ее честно отстоял в суде, а суд у нас высшая инстанция. Теперь следующий момент, да, есть у нас и плохие новости, конечно же. Есть у нас некоторые жилые комплексы в Адлере, да, которые у нас сейчас рекламируются, продаются, и которые якобы сдались. Я не буду говорить какие-то жилые комплексы, я только могу сказать, что давали откат в виде 50 квартир для администрации Сочи. И сегодня я узнаю такую хорошую новость, в кавычках, да. Мне вообще по барабану тот объект, потому что я его не продавал. Мне вообще по барабану. Хорошая, мощная рука с Москвы вместе с Краснодаром. Взяли так вот за заднее место, все перевернули. И аннулировали, аннулировали эту сдачу дома. Даже с этими откатами в 50 квартир, якобы для бюджетников. На самом деле мы знаем, куда они у нас все эти квартиры осели. И все, и аннулировали, потому что сдача дома была незаконная. Вот такие вот дебильные новости. Поэтому еще раз вам повторю, я по Адлеру работаю и с большим удовольствием готов продать квартиру, которую сегодня один из подписчиков сказал. Я продаю в жилом комплексе Триумф, и я могу сказать, что это самая лучшая квартира. Она дешевле на 1 миллион рублей, чем от застройщика. Я обязательно вам ее покажу прямая, с видом на море, все классная квартирка. Завтра ее сниму. Я готов такие квартиры продавать и показывать. Это Триумф, потому что жилой комплекс сдан, все сдан без судов и следствий. Все там хорошо, все там идеально и так далее. Но я не готов продавать те объекты, которые у нас сомнительные. Ну, к примеру, за жилым комплексом морская симфония. Не буду озвучивать, что за объект. Ну, его мне стыдно продавать, и я не могу продавать, я не могу переступить через себя. Еще есть ряд жилых комплексов, которые находятся там якобы сдача и так далее. Никому не секрет, что у нас есть хорошее крупное агентство. Да, везде оно... Да-да-да, везде оно мигает, все. И они же строят еще свои дома. И уже два дома, которые якобы в Адлере, они были сданы и законные, они признаны незаконными, потому что сдали незаконным путем. Понимаете? Поэтому, конечно же, я эти объекты продавать не собираюсь, тем более показывать. Говорить про них плохое на камеру, с моей стороны это будет некрасиво и неэтично. Я там ничего не продавал, поэтому я и не обязан. Но если вдруг ко мне обращаетесь, я вам говорю, не хотите слышать меня, берите, уходите в сторону. В сторону к другому риэлтору и покупайте себе геморрой, но без моего участия. Что касается следующего объекта. Сегодня я еще общался с одним из застройщиков, сегодня я общался с одним из представителей администрации Сочи. Да-да, у меня есть даже такие подписчики с администрации Сочи. И меня заверили, потому что многие задают вопрос по поводу одного жилого комплекса, который находится у нас в Адлере, там на берегу, его 100% снесут. Я про этот комплекс много говорил, много снимал, много показывал, но у нас наивные люди, да, там много купил у нас военных, да, военных, они вообще там самые правильные, они что-то знают, что брать, правильно? И они думали, что там будет все хорошо, но на самом деле там ничего не будет хорошего. И еще раз повторюсь, не может у нас сдаться нормальный объект, который находится не в том месте, да, это на территории бывшего парка отдыха и так далее. Все эти парки отдыха отдадут как положено людям, нам с вами, чтобы мы могли с нашими детишками, с родителями взять и погулять в парке, понимаете? Поэтому тоже я там не продавал, снимать тоже сюжет не буду, не хочу я эти целую кучу просмотров, целую кучу трэша и так далее, не хочу. Но те, кто у меня постоянно там долбится в комментариях, ребят, ну, сочувствую, и я склонен верить юристу с администрацией Сочи, чем верить, например, отделу продаж или чем верить каким-то там домыслам, которые вы сами себе нафантазировали и так далее, понимаете? Я лучше поверить им. Следующий момент, да, есть у нас еще таких пару жилых комплексов, например, ФЗшных, да, ФЗшные объекты есть, да, которых обязала Москва, обязала Краснодар взять и достроить, да, такие, как в свое время был жилой комплекс, раз, два, три, да, он сдался, жилой комплекс Москва заставляет, чтобы он сдался, и он сдастся, рано или поздно он сдастся, сто процентов. Жилой комплекс Горка тоже у себя подходит, что он должен сдаться, должны принять его и так далее, потому что ФЗшный объект, там, дольщики, недовольные и так далее. Ну, это все квартирники. А вот есть ФЗшные объекты, которые у нас апартаменты, а вот с апартаментами, потому что понимали, что люди брали для развлечения, брали для отдыха и так далее, сказали, что эти люди подождут, и эти у нас объекты не попали в список домов, которые нужно довести до логического завершения. Поэтому, поэтому, когда вы берете апартаменты по ФЗ, 2014, даже все, имейте в виду, что если вдруг будет стоять у нас вариант, чтобы сдали объект, например, квартирник обычный, да, где люди берут на последние деньги для себя и так далее, или, например, брать у нас, например, апартаменты, да, которые там в привлекательном месте, вот рядышком с моря бывший санаторий, земля бывший санаторий, имейте в виду, что, скорее всего, вам придется ждать гораздо дольше, чем остальные добропорядочные у нас собственники жилья, которые приобрели на законных основаниях и которых каким-то чрезвычайным образом решили опрокинуть или решили кинуть. На самом деле, вот я как риэлтор, я хочу, чтобы было как можно больше сданного жилья, я хочу, чтобы было как можно больше у нас объектов, чтобы был выбор, чтобы цена была ниже, чтобы было больше возможности у людей приехать в Сочи и купить тот объект, который им нравится. На самом деле сейчас круг объектов, которые можно покупать, он сужается и это страшно, как бы сужается, сужается, еще раз сужается. Все объекты, которые нормальные, хорошие, у них ценник просто ползет вверх, вы просто даже не представляете как, ну просто ползет вверх и просто жесть. Отсюда мы делаем с вами выводы, ребят, каждый месяц, в который вы собираетесь приехать в Сочи, каждый месяц, когда вы собираетесь подкопить немножко, каждый месяц, когда вы думаете и все, реальность квартиры в Сочи от вас уходит все дальше, 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 дальше и дальше уходит. Я не хочу злорадствовать, не хочу злорадствовать. Ребята, вы что? Зачем я буду заорадствовать? Мне лично, как бы, я стараюсь всегда найти объект. Обращается клиент с миллионом, за миллион эти. Обращается клиент за 2 миллиона, за 2 миллиона, за полтора и так далее. Но когда некоторые тупоголовые, извиняюсь, я не хотел никого оскорбить, когда ты им говоришь, этот объект не построится, не сдастся, а он все равно берет и относится туда деньги. Но только через другого риэлтора и все остальное. Потом тебя начинает долбить вопросами, потом говорит, вот вы меня взяли и не отговорили. Ребята, я не собираюсь никого отговаривать. Я говорю вам плюсы и минусы, говорю, какие проблемы есть, каких проблем нет. А дальше выбор за вами. Если вы настаиваете на этом объекте, на проблемах, я уступаю возможности сработать с другим риэлтором. У меня хватает сделок, у меня хватает дохода. Я могу себе, и это не каждый может, я могу себе не позволить, не позволить продавать проблемное жилье, с которого я могу заработать. Я могу себе позволить, если меня не слышат, что этот объект проблемный, я могу позволить взять и с вами не сделать эту сделку и не заработать. Понимаете? Я могу себе это позволить. Могу. Вот два с половиной года назад было тяжело в мае месяце. Скатался с каждой соломинкой, а сейчас могу. Вот реально могу. Поэтому, ребят, как бы, есть просто некоторые прям совсем, ну, ну, не умные, не умные есть. У меня даже есть переписка с такими. Вот когда ты им говоришь, это объект проблемный. Они начинают меня пробовать брать, там, какие-то ссылки на других риэлторов кидать. Ребят, вот маленькая просьба. Не кидайте мне ссылки на других риэлторов. Есть, пока нет ни одного риэлтора в Сочи, на которого я мог бы равняться. Понимаете? Нет ни одного риэлтора в Сочи. Нет ни одного риэлтора в Сочи, у которого было больше знаний, чем у меня. Нет ни одного. Есть риэлторы, которых подкормили на том или ином объекте. И им нужно брать и выполнять техническое задание. Например, купил там квартиру в каком-нибудь жилом комплексе, сделали ему какую-то скидку, но за это ты должен продать столько-то квартир. И он знает, что он продает проблемное жилье. И он знает, что он продает говно. Но он продолжает, ему нужно отработать свою квартиру. Или какую-то свою скидку. Понимаете? Или какой-нибудь повышенный кэшбэк ему дает. Или еще что-нибудь. Таких вариантов много. Я знаю только таких 4 риэлтора, которые продают говно, потому что в этом говне якобы сами себе купили жилье. Понимаете? Я знаю таких риэлторов целая куча. Те же самые, которые у нас видятся на Ютубе. Понимаете? Поэтому. А вот, например, мне, я могу сказать, я от всех предложений отказался, таких вот хороших, заманчивых. И я не обязан продавать радужные, раз я там купил своей дочери. Но они до сих пор, кстати, мне деньги должны. Они мне реально должны деньги. И это мне бесит. Я не обязан продавать квадро, потому что я купил квадро на общих основаниях, как покупают мои клиенты. Мне не сделали дополнительную скидку. Мне не сделали какую-то дополнительную супер рассрочку или так далее. Я купил квадро на обычных, как у меня клиенты покупают, я купил на таких же. То же самое я купил и радужный. Купил так же, как вот мои клиенты покупали. Внес так же. У меня все документы есть подтверждающие. Все есть. Как квадро покупал, как покупал радужный и так далее. Мне не нужно там. Они мне никак. Я могу сейчас взять и сказать, да пошли вы и все. И ничего. Я купил все на законных основаниях. Никаких дополнительных скидок, ничего не было и так далее. Хотя, в принципе, мог для себя выбить. Но я не хотел, чтобы потом меня маной брали и манипулировали, как, не знаю, как марионетка. Вы знаете, сколько мне приходит предложение? Максим, давай там с тобой зарубимся. Ты там продавай, как бы купишь себе квартиру. Да, у меня мы можем тебе сделать. Из каждой сделки там будет падать. Ну, вот так вот все сделаем. Знаете, сколько мне таких предложений? Да вы даже представить не можете. У меня таких предложений в неделю по одному предложению точно есть. И при том это хорошие, классные дома. Я не хочу привязываться к тому или иному объекту. Потому что сегодня это хорошая, классная стройка. А завтра эта стройка может быть какая-нибудь, ну, развернуться. Ну, как бы разворачиваются обычно застройщики этим местом. А девочки почему-то этим местом не разворачиваются. Вот такое. Мне, конечно, больше нравится, когда девушки разворачиваются этим местом. Но никак застройщик. Поэтому, как бы, я с чистой совестью, да, я спокойно беру, могу отказать, могу еще что-нибудь, да. Потом кто-то там меня может обвинить, там, Максим, там, нам не продал, там, зато вот другой хороший риэлтор продал нам якобы хороший объект. И так далее. Мне вообще на это по барабану, если честно. Мне понравился сегодня один парень, я познакомился с Винцентом. Да-да, с Винцентом познакомился с парнем. Блин, мы с ним пообщались, он в Винценте работает с 11-го года. И я с ним пообщался, блин, нормальное, здоровое рассуждение. Он размышляет все так же, как бы, у него даже взгляды все, мой подписчик, как у меня. Вот именно по объектам, что он продает, что не продает, к чему он даже прикасаться не будет и так далее. И действительно, вот я с ним пообщался, блин, к нему респект и уважение, честное слово. Прям нормальный парень, как бы, и он мне, в принципе, и показал там хорошие инвесторские предложения и так далее. Блин, вот, конечно, мы с ним будем общаться и будем с ним работать и сотрудничать будем, хотя он с другой компанией. Я общался сегодня тоже с одним человеком, не буду говорить, какое агентство недвижимости, потому что мне это агентство недвижимости не нравится. Ну, как бы, тоже общался, тоже я понимаю, что общаюсь я с лидерами, которые продают больше всех своих агентств недвижимости. И, блин, посмотрел, вот, как бы, правильно сейчас идут. Вот, я думаю, что те эти ролики, которые я снимаю, которые смотрят в том числе и мои конкуренты, да, какие конкуренты, коллеги, коллеги, какие конкуренты, коллеги, с других агентств недвижимости, я вижу, как бы, когда потом с ними общаюсь, я все-таки психолог, я вижу, как они растут. Да, они там смотрели, может быть, тоже смотрят, меняют какую-то концепцию, меняют свой стиль и тому подобное. Многие говорят, блин, Макс, у меня, говорит, я работаю здесь больше пяти лет в Сочи, но я от тебя столько всего научился у тебя на канале, блин, так приятно это слышать, понимаете. И, блин, он там сказал, Макс, там, он берет, блин, и знаешь, говорит, иди вперед, говорит, я, говорит, работаю в агентстве, я знаю тебя, всегда наши хейти, там, такие небылицы, там, подобные, и все. И я понимаю, что и в своем агентстве недвижимости ты как, не знаю, там, заноза в заднице чьей-то, понимаешь, говорит, потому что мы это все переходили. Когда ты один месяц лидер, второй месяц лидер, ты видишь, как от тебя отворачиваются даже твои друзья, потому что ты продаешь больше, чем они и тому подобное. И все, понимаешь, ну, это было как-то, а как ты это удерживаешься, говорит, вообще, говорит, даже у меня в голове не укладывается, как ты, ну, не ломаешься и тому подобное. И все-таки, почему не ломаемся, потому что занимаемся саморазвитием, самообразованием и так далее. И всем вам, да, у меня, не только же меня смотрят, там, просто, да, есть те, кто смотрит меня, лидер, там, в своих компаниях, в своих организациях и так далее. Они всегда сталкиваются с этими проблемами, да, они всегда сталкиваются со всеми этими моментами и так далее. Всегда сталкиваются с конкурентами, с хейтом и тому подобное, да, вот, Олег тебе огромный привет, да, много чего интересного мне рассказал, там, по поводу зумного. Огромный привет Андрею, да, который тоже мне там много чего рассказал интересного, они являются лидерами в своем сегменте. И сколько им пришлось, там, не знаю, липовые жалобы, которые на них писали, там, подставляли, там, что-то там пытались подбрасывать и пытались заведения, ну, закрывать. Блин, ну, они, говорит, Макс, говорит, чтобы ничего тебе плохого не делали, это нужно быть, надо же тихо и не выделяться. А если ты немножко успешен, немножко делаешь шагов больше, немножко пашешь больше и так далее, обязательно появляются те, которые не хотят эту энергию направлять в это русло, но при этом эту энергию берут, направляют в твою сторону и так далее. Поэтому я могу сказать, что я очень много сейчас общаюсь, очень много мне присылает сообщения, все очень много, я переписываюсь. И таких у людей, да, которые успешны, их становится все больше, больше и больше и больше, да, и мне реально с вами приятно общаться, сто процентов. Еще раз повторюсь, я на работу прихожу, да, вот кто-то говорит, я там мало общаюсь с коллегами или еще что-то, я на работу прихожу работать, я не прихожу дружить. И дружить есть в нерабочее время. В нерабочее время я готов встретиться, попить чай, еще что-нибудь готов. Сегодня, например, я встречался с одним из своих подписчиков, уже мы встречались с ним в третий раз, попросил встречу и нашел. Он устроился в другое агентство недвижимости, попросил проконсультироваться, были такие моменты, которым тяжело удается. Ребята, и что вы думаете, я послал его в жопу или еще куда-нибудь, или послал его к бизнес-тренеру, который есть в его компании, или еще куда-нибудь? Я встал, объяснил, показал, поделился, сказал, что надо делать, что не надо делать, что лучше. Я ему не навязывал, как папа, надо делать так, я ему сказал свое мнение. Но я потратил на него свое время, встретились, поговорили, все, ответил на этот вопрос и так далее. Я нормальный, адекватный, я вижу, что парень хочет развиваться, он поустроился в компанию, конкурентом устроился. Ну, я вижу, я только буду рад, если он возьмет там, разовьется и возьмет и добьется результата больше, чем я там сможет. Я только буду рад. Я ни одному даже такому риелтору, начинающему или просто, я взял и не отказал. Я всегда с большим удовольствием делюсь своими секретами, потому что секретов-то их нет, они прописные, истинные. Относись к клиентам так, как хотел бы, чтобы они относились к тебе. Все очень просто. Для риелторов еще другой совет. Смотри не на комиссию, смотри на объект. Смотри на объект. И на секундочку возьми, представь себе, ты бы захотел купить этот объект себе? Ты бы взял бы его из всего, что ты предложил бы? Вот. Не взял бы, потому что ты-то-то-то-то-то-то. Все. Берешь, смоешь объект, потом уже берешь и смотришь там все остальное. Нужно объект смотреть, репутация и тому подобное. Правила-то они простые. Относись к клиенту, как к своему гостю. Не как к клиенту, а как к гостю. Он к тебе приехал. Он тебя выбрал. Он с тобой созвонился. Блин, встреть его. Чаем напои. Покажи город. Еще что-то. Ну, вот так вот себя веди. Вот. Вот так вот. Если позволяет время, и все. А время позволяет. Время. Я нахожу время для этого. Своей нагрузкой. Любой другой тем более сможет. Общаясь с клиентом честно, нормально. Не нужно придумывать, фильтровать речь, не дай бог что-нибудь. Потому что будет чувствоваться, что ты не досказываешь и так далее. Я вот как сейчас на камере с вами разговариваю. Я также разговариваю с клиентом. Да, могу пошутить пошло. Могу еще что-нибудь. Могу какое-нибудь слово сказать нехорошее. Нематершинное. Но нехорошее. Понимаете? Ну, кто я такой, какой есть? У меня приезжают клиенты, и они видят, что я взял на экране один, а тут же все, сразу переобувся, какой-то стал другим и так далее. Я такой, какой я есть. Наверное, оставаться самим собой. А если вам не нравится, какой вы есть, нужно надо идти и развиваться. Например, мне не нравится моя речь и так далее. Но я посмотрел видеоролики, которые я снимал два с половиной года назад. И я вижу, поменялась дикция, поменялась интонация, поменялся словарный запас, что-то расширилось, что-то еще что-нибудь. И я понимаю, есть куда расти. Потому что, когда я записываю видеоролики, когда смотрю, я смотрю на себя со стороны. И, соответственно, мне легко анализировать. Например, даже вот я видеоролик, когда я заснял, да, я делал на спину, да, там, тягу делал. Я понял, я ее делал неправильно. Я со стороны себя увидел. Вчера я сделал правильно. У меня так широчайшие никогда в жизни не болели. Вы понимаете? Поэтому я снимаю видео и все остальное. Я беру со стороны, воспринимаю себя адекватно и вижу, что я делал неправильно или какие я сделал ошибки. Что нужно исправить? Вот такая штуковина. В общем, я понял одну простую вещь, что бизнес-блоки не проходят бесследно. Многие, в том числе и коллеги, в том числе и конкуренты, в том числе и будущие соискатели, много чему учатся. Поэтому буду продолжать периодически иногда писать бизнес-блок, да, и я думаю, что это пригодится не только будущим риелторам или риелторам, которые уже работают. И еще раз, мне тоже так понравилось, мне нравится, что те, которые в риелторе есть, они не просто как зомбированы, как они потом пришли, запрограммировали их 10 лет назад. Они берут и тоже над собой работают, развиваются, что пытаются новое. Блин, это супер, это классно. Это выход из зоны комфорта. Выход из зоны комфорта всегда, блин, некомфортно. Сейчас скажет, Макс, тавтология, согласен, но мне захотелось сейчас так сказать. Почему-то захотелось так. Сам сказал, сам засмеялся. Ну, бывает такое. А у вас что-то не бывает. Вы всегда рассказываете классно все, да, и всегда вы думаете собеседнику вам, вас интересно слушать. Да нет, конечно. Я понимаю, что половину уже не досмотрели до конца, да. А кто досмотрел, а кто реально досмотрел, да, чем же это все закончится, это болтовня. Поставьте лайк, мне будет приятно. Я буду знать, что нужно иногда поговорить и так свободно. Такой порыв души, знаете, такой крик души, вопль души, еще что-нибудь. Все, ребят, вы у меня самые прекрасные телезрители, я знаю, это 100%. Да, есть 30 человек, которых я не устраиваю. Ну, ребят, 30 человек из 19 тысяч, это, блин, капля в море. Большинство тех, которые нормально воспринимают. Зачем мы будем ориентироваться на 30 человек? 30, я посмотрел, всегда стабильно 30 дизлайков. 30 дизлайков на любой видеоролик. Хороший, плохой, отдых, не отдых, квартира хорошая или плохая, дом хороший или плохой. Всегда стабильно 30 дизлайков и все. Ну, я не думаю, что у меня прям всегда вот такая статистика. Это говорит о том, что даже есть видеоролики, там, где целая куча лайков, все, все равно стабильно там, ну, 30 дизлайков будет и так далее. 30 человек, которые чем-то обижены и так далее. Бывает, что же сделаешь? Бывает. Вот всем обиженным хочу сказать, ребят, не обижайтесь на меня. Обижайтесь на себя. Если у вас какие-то обиды на меня, значит, что-то вы делаете неправильно или еще что-нибудь. Если что-то есть сказать, сказать, Макс, ты не прав, все. Я еще ни одному, ни одному человеку не отказал от встречи. Я со всеми встречаюсь. Без разницы. Турист это, риелтор это или еще кто-нибудь. Любой может даже взять, например, сказать, блин, Макс не хочет с вами встретиться. Под видом туриста сказать, ну, вот я хочу выбрать квартиру, давайте с вами встретимся. И можете взять, с вами встретиться и мне в глаза все высказать. Макс, ты существо невинное. Ты такой-то. Любой из вас может, особенно из риелторов, ну, наверное, не знаю, чего там не хватает. Может, аргументов не хватает сказать. А может, фактов не хватает. А может, есть какая-то боязнь. А может, еще что-нибудь есть. Причин-то много. А причина одна, неуверенность в себе. Например, если у меня кто-то не устраивает, я ему в глаза скажу. И нет такого человека, которому я в глаза бы не сказал бы. Нет такого человека. Нет. Если там у нас один риелтор себя повел непорядочно, я ему в глаза взял и сказал, что он... Ну, нехорошее слово, конечно, сказал. Не буду повторять. И все. Глаза, при всех, все как положено. И если бы у него было, чтобы мне возразить по этому поводу, он мне возразил. Ну, он даже не возразил, потому что я был прав на 100%. Другой риелтор, который плохо себя повел, который позволил себе распускать язык, позволил использовать мат в мой адрес. Из-за того, что я якобы не там поставил машину на общих, и что он не смог проехать. Не выехать, а проехать куда-то не смог. И он позволил мне, ну, в мой адрес. Тоже один из коллег, один из блогеров. Да, я взял, я ему не зашел на его канал, не поставил ему дизлайк. Я его подозвал, сказал, если он не извинится, что он получит. Прямо здесь, сейчас. Он сказал, иди ты, мне сказал. И я дал ему хорошего, такого пацанского леща, который слышал весь морской вокзал. Ничего страшного, здороваемся сейчас с ним. Он понял. Я говорю, потому что я ему объяснил, если бы ты такие слова сказал бы каким-то там абхазам, чеченам и так далее, тебя просто порезали бы. Возьми вот с этой ситуацией урок. Я не кулаками бился, ничего. Просто хорошего, такого знатного леща просто дал. Потому что он на тот момент, он заслужил. Потому что нужно оставаться всяким человеком. Он не полез ко мне драться. Полез бы, я бы его не бил бы, честно скажу. Зачем мне бить? Ну, может быть, еще раз тогда леща дал бы. Может быть, немножко взял бы, скрутил бы и объяснил бы ему, что он не прав. Все. Я бы не избивал бы. Зачем мне кого-то там избивать? Да вы что? Я что его... Ну и если человек выпрашивает, да, как у меня там были абхазцы, которые там решили меня поучить. Блин, они бы получили, да. Я не мог с ними по щечину просто ударить. Мне нужно было их успокоить. Тем более, их было больше, чем я. Я был один, их было двое. Потом подъехало еще двое. И все. После этого я купил авторегистратор, чтобы можно было записывать такие трешовые моменты прикольные. Понимаете? Ну, есть люди, которым проще зайти и поставить дизлайк. Ну, что же делать? Ну, не без этого бывает такое. Ну, еще раз повторюсь. Если что-то есть, кто-то хочет мне там высказать в лицо, что-то, считает, что там я не прав, там, или еще, да, без проблем. Встречайтесь. Скажите мне в лицо. Со мной же встречаются иногда застройщики. И мы разговариваем. Поэтому разговариваем не по-доброму. Жестко разговариваем. Ну, потом приходим к какой-то общему знаменателю. Таких разговоров у меня было пять штук за два с половиной года. Жестких было разговоров. На матах, с угрозами, с, там, не знаю, там, с друзьями, которые стояли, там, которые там непонятно что. Были такие моменты у меня. Пять раз у меня такое было. Ничего страшного. Сейчас общаемся, здороваемся, все хорошо. Нашли общий язык. Хотя, в принципе, они могли взять, просто поставить дизлайк и все. И все это проглотить. Или где-нибудь могли, там, писать комментарии на левых ресурсах. Всегда есть выбор. Кому-то веник в вагон, а кому-то штопанный. Вот такая штуковина. Поэтому, ребят, давайте все-таки нужно закругляться на позитиве. На самом деле я безобидный, как бы, безобидный. В любое время могу приехать, в любое время тоже могу встретиться. Это раз. Второе. Стараюсь вам давать достоверную информацию про тот или иной жилой комплекс. Бывает, что, может быть, я, как бы, не совсем оптимистично настроен. Но, понимаете, за два с половиной года, которые я работаю в Сочи, у меня оптимизм по жилым комплексам. У меня, знаете, немножко упал. Оптимизм. Я все-таки предпочитаю на своем канале давать реализм, а не оптимизм. Понимаете? Реализм. И, конечно, может быть, некоторые, кто купили проблемный объект, хотят от меня услышать там что-нибудь, оптимистическую нотку. Ребят, ну не могу я через себя. Меня же потом засмеют те же самые риэлторы, коллеги. Понимаете? Застройщики сами же засмеют. Макс сказал про наш объект, что мы сдадим. Да мы никак в жизни его не сдадим. Мы же просто кинули людей. Ну, понимаете, я не хочу, чтобы такое было отношение ко мне. Вот такая штуковина. И у меня хорошая новость. У меня сегодня два человека мучились в этой машине, потому что, например, это неудобно кататься. В субботу я забираю RAV4 и будут хорошие полноценные прокаты. И вам будет комфортно передвигаться по объектам. Но я сделал выводы сейчас, что даже на супернизком BMW в Сочи можно передвигаться и по Соболевке, и по Донской, и по Догомысу. И нигде ты не будешь ни чиркать ничего. В Сочи обалденные дороги. И в Сочи можно работать на любой машине, но лучше на кроссовере. А теперь, ребят, всем пока. Спасибо за ваши лайки, спасибо за то, что досмотрели. И пишите в комментариях, какие вас темы интересуют, какие насущные проблемы вас интересуют, на какую тему заснять в следующий видеоролик. А теперь, ребят, всем пока.